Здравствуйте, это Енисей. Новости в студии Марина Мышко. И вот главные темы выпуска. Я даже не заметил, что придавили человека. И это, я думал, и он коленкой, и что там, не видел. Трагедия в Канске. 13-летнего мальчика насмерть завалила брёвнами на лесопилке. Хоть бы сказали где-то в половине мая, так мы бы не садили. Ситуация критическая. Поднявшийся Енисей уже топит участки в микрорайоне Удачный. Голодные и опасные медвежье семейство вышло к людям в природном парке Ергаки. По одной из версий, здесь селились самые богатые люди города. Вот даже, посмотрите, остался фундамент от их жилья. Ну а сейчас здесь шикарная смотровая площадка, откуда открывается просто потрясающий вид на Судахскую бухту. В Крым, в Судак и к Бирюзовому морю. В новом серии проекта новостей «Наше лето» продолжаем рассказывать про отдых в России. Жуткий случай в Каннске. 13-летнего школьника насмерть завалило бревнами на одной из городских лесопилок. Огромные стволы покатились на ребенка с пятиметровой высоты. И все это на глазах еще нескольких подростков. Все подробности расскажет наш СОПКОР на востоке края Анастасия Мусина. Это видео с камер наблюдения. Буквально секунды до трагедии. Дети играют на огромной куче кругляка. Начинают спускаться, как вдруг бревна срываются вниз и буквально накрывают ребенка. Судя по кадрам, все случилось около 8 часов вечера. Приехавшим спасателям пришлось доставать тело мальчика из-под тяжелых стволов. Травмы оказались смертельными. Школьник скончался до приезда скорой. Сейчас следователи пытаются восстановить полную картину несчастного случая. Опрашивают свидетелей. Выяснилось, что незадолго до происшествия работники предприятия видели играющих на лесопилке детей. Я даже не заметил, что передавили человека. И это... Я думал, и он коленкой или что там... Не видел. Оказывается, он там остался. Ну, постоянно играли. Ну, сколько раз? Они вот здесь выиграли. Вон там, где этаж... И там, скажешь, они даже не реагируют. Руководство лесопилки никак ситуацию не комментирует. А вот сторож соседнего предприятия говорит, дети могли зайти на площадку через незапертую калитку или дыру в заборе. Здесь видите, что забор как бы не очень огорожен. Забегают, бывает особенно оттуда, с поселка. Ну, здесь как бы мы видим, а там уже... Там еще и вторая сторожевая служба есть. Ну, там они зерно охраняют, а здесь что? Как так вышло, что дети оказались на опасной площадке, будут выяснять сотрудники прокуратуры. Сейчас они проверяют, как на предприятии соблюдали технику безопасности. Предварительно в материалах дела говорится о том, что дети могли пробраться на территорию предприятия через незапертую калитку. Так ли это было на самом деле, неизвестно. Но вот мы сейчас находимся на территории и можем говорить о том, что зайти сюда можно в принципе с любой из сторон. Вот позади меня открытые настежь ворота. В следственном комитете уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Расследование продолжается. Анастасия Мосина, Александр Минеев, Александр Шумилин, Енисей. Новости. Разлившийся Енисей начал топить участки красноярцев. Река вышла из берегов в частном секторе микрорайона. Реклама удачный. Пока под водой только урожай, но люди боятся, что стихия пойдет дальше. В зоне риска водозаборы и объекты электроснабжения. В мэрии уже назвали ситуацию критической. Екатерина Любим расскажет подробнее. Капли пила и плакала. Вот разводим руками. Все пропало. Все покупать надо. Без слез на свой огород пенсионерка Валентина Кирилловна смотреть не может. Все, что было посажено неделю назад, затопило. Под водой почти весь урожай. Морковь, картофель, капуста, несколько плодовых деревьев. Дом и сарай стоят повыше. До них стихия не дошла, но пенсионерка готовится к худшему. Говорит, у нее уже был горький опыт. В 2006-м здесь смыло буквально все. И вот через 15 лет потоп повторяется. Утром в 8 часов смотрю и забурлила. И вот за какой-то час вот и все, и сбросили, видно, разом. И все, и затопило. Хоть бы сказали где-то в половине мая, так мы бы не садили, не мучились. Труды-то наши не пропали. И картошка пропала, семь ведер, и труды пропали. Здесь на улице Лесной затоплены пока только два участка, которые находятся пониже. Под угрозой вот этот, третий, он чуть повыше, но ситуация сложная, потому что до воды осталось. Ну вот раз, два, три, несколько метров. Я переживаю, что вот утром стою, палочку ставлю, вечером прихожу, проверяю, в обед проверяю. Боимся, конечно, все же посажено. В зоне риска еще несколько пониженных участков, но уже в другой части Красноярска. Это улица Стадионная, Складская, Графитная, а также острова Посадный, Отдыха, Молокова, Татышев, Нижнеатамановский. Уже сутки Енисей держится на одном уровне 363 сантиметра, и это при критической отметке 390. Снега в Саянах вдвое больше обычного, а сейчас он стремительно тает, из-за этого в водохранилищах много воды. На Красноярской ГЭС ее спускают по гидроузлам, а на Саяна-Шушенской начали сбрасывать через шлюзы. Сейчас скорость водохранилища, набора водохранилища растет, паводка вода ожидается достаточно большая, поэтому мы решили включить холостые сбросы. Мы сдерживаем этот паводок, и если бы не было ГЭС, то было бы все гораздо хуже. В мэрии Красноярска говорят, ситуация критическая. Не исключено, что в городе будут вводить режим ЧАЭС. Ведь если водосброс на Красноярской ГЭС увеличат до 8 тысяч кубометров в секунду, возможно перебои в работе объектов электроснабжения, в том числе водозаборов. Чтобы не допустить их остановки, специалисты распределяют резервные дизель-генераторы. К сожалению, ситуация в этом году носит критический характер. Возможно подтопление объектов электроснабжения, которые могут повлечь за собой и другие отключения. В системе горячего водоснабжения, в системе холодного водоснабжения и в системе жизнедеятельности и обеспечения многоквартирных домов. Сейчас особое внимание специалисты уделяют объектам на насыпных участках. Яркий пример – микрорайон Белые Росы. Домам ничего не угрожает, а вот инженерные сети могут пострадать. Екатерина Любим, Денис Тимошенко, Енисей. Новости. Ну а пока Красноярск топит, на юге края уровень в реках постепенно снижается. Несмотря на это, под водой все еще остаются жилые дома и дачные участки. В Ермаковском, Шушенском, Каратузском и в Минусинском районах по-прежнему закрыты проезды между селами Верхняя и Нижнеусинская, Каратузская, Старая Копь, Таята и Кочулька. На переливах дежурят спасатели. В пострадавшие населенные пункты привозят продукты и лекарства. На месте работают комиссии по оценке ущерба от наводнения. В ближайшие дни сильных дождей на юге не ожидается, так что, скорее всего, уровень в реках продолжит снижаться. Часть подпорной стены рухнула. В Красноярском микрорайоне Ветлужанка случилось это на улице Словцова, недалеко от многоквартирного дома. Бетонная глыба просто обвалилась на землю. Повезло, что в этот момент никого не было рядом. Уцелевшая часть стены тоже в ужасном состоянии. Вдоль нее тянется огромная трещина. На место выезжали специалисты районной администрации. Они рассказали, что подпорная конструкция находится на придомовой территории. Следить за ней должна управляющая компания. Восстанавливать ее будут за деньги жильцов. Совместно с администрацией Октябрьского района управляющая компания сегодня будет проводить мониторинг данного участка. И управляющая компания будет заказана за счет средств жителей данного дома инструментальное обследование. После получения результатов будет принято решение по ремонту данной подпорной стены. А я напомню, телефон нашей редакции 236-01-36. Обязательно звоните и сообщайте свои новости. За последние сутки коронавирус подтвердился у 99 жителей края. Наибольшее число заболевших в Красноярске 59 случаев. В Вачинске и в Минусинском районе по 5. В Каннске, Емельяновском и в Каратузском районах по 4 зараженных. И 3 в Бородино. Выздоровели 80 на лечении 2105 человек. Под медицинским наблюдением на дому более 14 тысяч контактных. К сожалению, не справились с болезнью 6 жителей края. Улететь в Турцию и Танзанию российские туристы не смогут еще как минимум 3 недели. Запрет на авиасообщение с этими странами продлен до 21 июня. Включительно такое решение было принято на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения COVID-19. Причина та же сложная эпид-ситуация. Так что отдыхаем пока в России. А вот где, как и за сколько можно это сделать, не покидая страну? Как раз об этом мы рассказываем в новом проекте «Наше лето». В очередной серии моя коллега Анастасия Атель изучила удивительные места крымского судака и даже побывала на самом настоящем сафари. Смотрите прямо сейчас вторую серию проекта «Наше лето». С утра пораньше выезжаем из Симферополя и направляемся в Судак, к морю. Сама природа Крыма – особое украшение полуострова. И здесь, посреди всей этой зелени, есть настоящие сафари. Это частный парк Львов. Цена за вход в мир хищников кусается – тысячи рублей с человека. Кстати, почти везде в Крыму расплатиться можно картой. Но поверьте, это того стоит. Территория огромная, только львов здесь больше полусотни. А еще есть тигры, ленивцы, слоны, мартышки. Самые необычные ощущения, когда все животные начинают между собой переговариваться. Вот здесь рычат львы, им отвечают тигры. Откуда-то слышны звуки птиц, остальных зверей, которые здесь есть в парке. И вот складывается полное ощущение, что ты находишься где-то в диких джунглях. Волю насмотревшись на диких животных, двигаемся дальше. До Судака больше сотни километров. На машине ехать еще около полутора часов. Главная достопримечательность этого курортного городка – Генуэзская или, как сейчас ее называют, Судакская крепость. Билет в музей стоит 250 рублей. И только представьте, 1800 лет назад именно с этих холмов начинался Судак. Место выбрано не случайно. С возвышенности хорошо просматривается вся округа. Четалось, чем выше, тем безопаснее. То средневековое население использовало этот рельеф в своих стратегических целях. То есть гора выгодно огорожена двумя ярусами обороны. И это место было пригодное для защиты и жизни. А вот там, в самом-самом верху, Девичья башня. И с ней, кстати, связана одна любовная легенда. Девушка знатная, причем влюбилась в обычного пастуха. Отец был против этого союза и запер ее в высокой башне. Та не выдержала разлуки и бросилась в море прямо со скалы. Когда-то здесь жили генуэзцы, турки и византийцы. Сейчас Судамонит и киношников. Эта земля идеальной декорации для исторических картин. Фильмы здесь снимали и советские режиссеры, и современники. Например, «Викинг», а еще «Вечная жизнь» Александра Христофорова. Настоящее средневековье можно увидеть в июле и августе, когда здесь проходят рыцарские турниры. А это внутренняя линия обороны. И считалось, что это место самое безопасное в крепости. И по одной из версий здесь селились самые богатые люди города. Вот даже, посмотрите, остался фундамент от их жилья. Ну а сейчас здесь шикарная смотровая площадка, откуда открывается просто потрясающий вид на Судакскую бухту. Дорога к Березовому морю лежит через узкую улочку с кучей сувенирных лавок. Такие есть в каждом курошном городке. За 100 рублей можно взять кусочек Крыма на память. От лавандового чая до самодельных магнитов с ракушками. Правда, сбивать цену продавцы не дают. Это рапанчик. И во всех кафешках есть из него блюда. Да вы что? Да. Очень полезный моллюск. Сколько стоит вот такая одна штука? 50. 50 рублей. Так, если 5 возьму, скидку сделаете? Нет, это уже со скидкой. Все крымского производства магнитики. И вот эти тоже. Это судакского производства. Это вот это вручную прямо вот это все? Да, это приклеивают, вручную делают. Это какое-то производство или просто это домашнее? Это домашнее. Как они? Ну, типа артилы домашние. Допустим, собирают эти ракушки. Ходят по морю. Всякие разные. Набрав местных даров, спешим к долгожданному морю с теплым мелким песком. Правда, пока поплавать в Черном море не решилась, вода чуть больше 10 градусов. За этот день потратили 3720 рублей. А впереди еще несколько дней командировки в Крыму. И уже в новой серии проекта «Наше лето» меня ждет самая волнительная часть этого путешествия. Погружение на 10-метровую глубину. Анастасия Тили, Максим Галат, Енисей новости. «Наше лето» из Крыма. Далее расскажем о медвежьем семействе, которое в поисках еды выходит к людям. Татьяна Арнгольц и Григорий Антипенко. В спектакле «Двое на качелях». 8 июня. Принцип. Объем. Мощность. Температура. Управление. Форма. Важно все. Водонагреватели для вашего дома. Водолей. 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 Подушки, одеяло, постельное белье по сниженным ценам. С 22 мая по 6 июня. ДК «Комбайна строителей». Ваш долг превышает 300 тысяч рублей. У вас больше нет сил платить по кредитам. Узнайте, как можно официально списать все ваши долги. Записывайтесь на бесплатную консультацию. Мы решим ваш вопрос. Современная лазерная коррекция зрения, новейшая методика «Смайл», более точная и менее травматичная, только в «Смайл-центре» Красноярска. Бесплатная консультация 287-77-33. Для борьбы с вредителями «АЛЛАТАР» быстро действует и долго защищает «АЛЛАТАР». Это Енисей Новости. Мы продолжаем выпуск. Куча мусора выше человеческого роста. Лесосибирцы жалуются, город превращается в одну большую свалку. Горы отходов чуть ли не на каждой улице. В ситуации разбирался Андрей Давыдов. Зараза, конечно. Вот постоите здесь часа полтора, тут ни одну крысу еще увидите. Целлофановые пакеты, мешки, бутылки, сломанная бытовая техника и пищевые отходы. Под жарким летним солнцем все это создает такие ароматы, что дышать нечем. Зато зловонный запах привлекает сюда крыс и даже коров. Местные жалуются, выйти с детьми погулять просто невозможно. Мы гуляем здесь вообще часто. Здесь постоянно бегают собаки. Они здесь живут. Пройти с ребятишками невозможно. Я хожу с маленьким ребенком. Это очень опасно. Тут кидаются. Да и посмотрите, сколько мусора. Это, во-первых, и запах. И сейчас жара будет мухи. Неуносимо. И такая ситуация в Лесосибирске почти повсеместна. Вот свалка в микрорайоне Космоса. Вот горы отходов недалеко от Крестовоздвиженского храма. Особенно остро проблема с вывозом мусора складывается именно сейчас, в летний период. Это каждую весну такое. То есть, видимо, начинается уборка со всех частных домов и все сюда несут. Это вот весной. Зимой такого, конечно, нет. Есть мусор, но не в таком объеме. Люди уверены, если бы мусор вывозили вовремя, то такого кошмара на улицах не было. Но рекоператор говорит, свои обязанности он полностью выполняет. И отходы вывозит точно по графику. То, что происходит, мы наблюдаем на площадках. Это КГМ, это отходы от городских территорий, это отходы от приусадебных каких-то участков, садовых, участков гаражей. Это к деятельности регионального оператора к обязательствам совершенно не относится. Но мы это все вывозим. Обратите внимание, на этой площадке установлено 6 контейнеров для сбора мусора. И все они пусты, значит, их недавно вывозили. Зато рядом стоящая мульда завалена выше моего роста. Здесь и вот такие кустарники с приусадебных участков, сухая трава, опилки, шины, строительный мусор. Вот, посмотрите. Снова мешки с сухой травой, шины и старые доски. По закону, большую часть этого хлама жители обязаны вывозить на полигон самостоятельно. Но далеко не у всех есть такая возможность. Поэтому, видимо, в ближайшие месяцы мусорный вопрос в Лиссасибирске так и останется нерешенным. Андрей Давыдов, Динар Салимов, Ненесей, новости. Когда в Красноярске откроются первые пляжи, об этом и не только, расскажем далее в блоке коротких новостей. Пять машин столкнулись на спуске с улицы Игарской. Авария произошла прямо в утренний час пик. Экскаватор-погрузчик врезался в стоящие друг за дружкой Киа, Хонду и Ладу. В результате паровозик занял полосу для автобусов, а в сторону центра растянулась пробка. Несмотря на хорошую погоду, ни один из пляжей в Красноярске до сих пор не обратился в МЧС за разрешение. Это значит, что в ближайшее время ни одно из таких мест отдыха не сможет начать работать. Прежде спасатели должны обследовать дно водоема, а Роспотребнадзор взять пробу воды и песка. В прошлом году первый пляж открылся уже 26 мая. В поезде Красноярск-Адлер для пассажиров с детьми открылась библиотека. Сегодня ее презентовали прямо перед отправлением состава. Книги здесь рассчитаны на читателей от 5 до 14 лет. На выбор самые знаменитые произведения российских и изурбежных авторов. Толстой, Жюль, Верна, Стретлингрен, Маршак, Барто. Чтобы взять книгу, нужно просто обратиться к проводнику, заполнить формуляр и не забыть сдать за полчаса до конца поездки. Цель проекта, конечно же, поддержать интерес детей к чтению. Восстанавливать леса в крае теперь будут с помощью новых технологий. Впервые в нашем регионе начали выращивать сеянцы хвойных пород с закрытой корневой системой. Это обеспечит практически стопроцентную приживаемость молодых деревьев после высадки в грунт. Пилотной площадкой стало управление зеленого строительства Красноярска. Сейчас в его теплицах высажены больше миллиона сеянцев сосны. Пока они растут в специально подготовленной почве, через год их пересадят в места вырубок и пожаров. А пока, за тем, как приживаются будущие хвойные деревья, наблюдают специалисты. В этой теплице смонтирована система орошения, которая на заднем плане работает. Есть система перемешивания воздуха, есть система затенения, которая можно регулировать уровень солнечной радиации, поступающей в теплицу. Также есть автоматические формуги, форточки, которые тоже открываются по сигналу от метеостанции. Поставлена задача в 2025 году президентам и губернаторам, чтобы у нас одинаково было количество, сколько срублено гектар, столько и посажено. Лесовосновление должно быть стопроцентным. Если говорить за последние пять лет, то у нас динамика увеличится ровно в два раза уже. В том году мы перевели порог в 51% и уже идем на повышение технологий. В планах создать подобные мини-теплицы и в районах края, и уже там выращивать сеянцы с закрытой корневой системой. Кроме того, в регионе продолжается обновление техники и оборудования для тушения пожаров и восстановления лесов. Делают это в рамках нацпроекта «Экология при поддержке губернатора». По словам главы региона, специалистам удалось ужесточить контроль за состоянием лесных массивов и законностью лесопользования. Важнейшая часть нашей деятельности – это наведение порядка в лесу, как мы говорим, это и качество работы наших лесных инспекторов. Мы предусмотрели, как известно, дополнительную численность финансируемых за счет краевого бюджета и сумели проверить практически все лесосеки, как будем строить работу дальше. А в природном парке Иргаки инспекторам удалось снять на камеру медведицу с двумя медвежатами. По всей видимости, косолапые вышли к людям в поисках пропитания. В этом году в горах еще много снега. После пробуждения звери очень голодные. В это время они питаются в основном растениями, которые есть только на солнцепеках. Но в этом году даже на открытых участках больше метра снега, так что еду медведям найти трудно. Не исключено, что хищники будут наведываться на базы отдыха. А поэтому сотрудники парка призывают туристов быть внимательными и осторожными. 500 маленьких красноярских художников попали в Книгу рекордов России. Подробности далее. Мебельный склад на базе «Красноярский привоз» объявляет распродажу мягкой мебели. Скидки до 20%. Пенсионерам дополнительная скидка. Также большой выбор кобровых изделий по оптовым ценам. Мебельный склад номер 15 на Глинке 37. Медицинский центр защиты здоровья – это лечение грыж без операции. Вы сможете забыть о боли при защемлении и деформации позвонков. Тракционный стол – это безболезненное лечение позвоночника. Мануальная терапия, блокады и плазмотерапия. Город Красноярск, улица Баграда, 132. Товарищ, слушай и запоминай. Мебель, доступную каждому, на Калинино 43 покупай. Весь ассортимент не перечесть. Цена минимальна, а это нужно учесть. Все купи на Калинино 43. В летний период автомобиль для Красноярска становится чуть ли не главным видом транспорта. Поездки на дачу, поездки на озера или в другие регионы. Поэтому сегодня мы решили вам напомнить о правилах безопасности на железнодорожных переездах. Приезжая к переезду, не отвлекайтесь за рулем на телефон и разговоры с пассажирами. Сбросьте скорость. Убедитесь, что не горит красный сигнал светофора и нет приближающихся поездов. На переезде обращайте внимание на сигнал светофора. Если горит красный, но шлагбаум поднят, все равно остановитесь. Дело в том, что заградительные устройства с обеих сторон на переезде поднимаются автоматически. Тем самым вы можете попасть в ловушку. На переездах Красноярской магистрали созданы все условия для безопасного движения автомобилей. Но бывают случаи, когда машина внезапно глохнет на переезде. Что делать? Первое. Незамедлительно высадить людей и принять меры для освобождения переезда. Оставайтесь рядом с автомобилем. Если рядом есть люди, тогда отправьте двух человек в разные стороны для подачи машинисту сигнала остановки. Делается это следующим образом. Круговые движения. И не забывайте, что тормозной путь поезда один километр. На этом все. Будьте внимательны на переездах и хорошего вам летнего отдыха. Пока-пока. Наш телефон для ваших сообщений 236-01-36. Обязательно звоните и сообщайте нам свои новости. Около 500 школьников за три минуты раскрасили театральную площадь и попали в Книгу рекордов России. Как еще в Красноярске отметили 1 июня. И как выглядит флаг детства. Расскажем в сюжете далее. А что рисуете? Одно. Одно. И то и другое. Не важно что. Главное успеть. Чтобы разукрасить театральную площадь у юных красноярцев есть всего три минуты. На асфальте контур, в руке по 3-4 мелка. В воздухе смех и музыка. Этот массовый рисунок претендует на попадание в Книгу рекордов России. А творчество полутысячи художников сложится в единое полотно. Город на Енисее. Мы рисовали самую большую картину в Красноярске. Было очень весело. Да, работа получилась красочной. Вот такой формат, на наш взгляд, стал такой задорной идеей, которая всколыхнула детей, вызвала огромный интерес у наших юных художников. Нам всегда хочется чего-то большего. Потому что Красноярск очень ярко позиционирует себя на карте страны, на карте мира. Я думаю, что тем, кто попытается перебить Красноярск, придется постараться. А еще сегодня у красноярских детей и подростков появился собственный флаг. Вот только детским назвать мероприятие язык не поворачивается. Все торжественно и официально. Полотнище поднимают у администрации города под гимн Красноярска. По словам Сергея Еремина, такой момент дети точно запомнят надолго. И еще большее счастье для меня, то что этот флаг разработали дети нашего города. Они были главными художниками, главными организаторами этого всего процесса. Поэтому, ребят, здесь просто вам глубокий даже поклон. Эскиз красноярского детского флага действительно принадлежит ребенку. Елизавета Кошелева вышла с ним на конкурс еще зимой. Теперь ее награждает администрация города. А увеличенный рисунок видно всему Красноярску. Что касается рекорда России, то победа тоже оказалась за нами. Соответствующий сертификат сегодня вручили мэру Сергею Еремину. И теперь достижения маленьких красноярцев внезут в базу рекордов России. Мария Зарукина, Павел Пателицын. Енисей. Новости. А в Роевом ручье 1 июня устроили праздник для ребят с ограниченными возможностями здоровья подопечных благотворительного фонда и Красноярского кризисного центра. До матери всего свыше 200 гостей. Для них подготовили познавательную экскурсию и развлекательную программу с сюрпризами. Например, квесты на 12 разных площадках, викторины, конкурсы рисунков и спортивные состязания. Улыбка детей видеть. Радость детей. Радость детей – это наша радость. Позитив детей. Радость, улыбка. Сейчас это уже комплекс впечатлили. Это не просто пришел, посмотрел, в каком углу клетки сидит медведь. А вот там в лесу у нас сегодня идет замечательный экологический праздник, где ребятишки там размышляют и про судьбу наших снежных барсов, про очень тяжелую. Вот это очень важно все. А кто-то просто покатается на курсели – это тоже здорово. Это тоже очень важно. Праздник организовали при поддержке «Единой России». Но поздравляли детей не только в зоопарке. В поликлиниках города малышей развлекали огромные ростовые куклы. А на территориях края партийцы приехали к ребятам прямо домой и привезли им подарки. Вот уже много лет партия поддерживает благотворительные фонды и центры, курирует различные программы по поддержке материнства и детства. Часть из них предложены губернатором края Александром Усом, часть – президентом страны. Партийные и государственные проекты, связанные с поддержкой семей, с демографической политикой, являются на сегодняшний день одним из приоритетов. Этот приоритет обозначен главой государства. Он теснейшим образом связан с задачей обеспечения соответствующего качества жизни семей. Мы видим, какой пакет мер, прежде всего социального характера, направленный на поддержку семей, принимался в период пандемии. И как эти меры, сейчас закрепленные в послании президента, становятся новыми направлениями социальной политики государства. И сегодня же, в День защиты детей, самая современная подстанция Красноярска открыла свои двери для самых маленьких гостей. Для них провели экскурсию и рассказали, почему электричество – это так важно. На месте побывала наша коллега Татьяна Рябова. Смотрим подробности. Есть маленькие распределительные подстанции. Это очень большая подстанция. Самая большая подстанция такого класса напряжения в городе Красноярске. Больше ее нет. В день открытых дверей на подстанции 220 кВт Левобережная главные гости – школьники. Своими глазами они могут увидеть, как энергетики Россети ФСКС обеспечивают электроэнергией железнодорожной, Октябрьские районы, аэропорт Красноярск и железную дорогу. Узнала то, что трансформаторы на самом деле окружают специальными стенами. Когда мы были на Красноярской ГЭС, там этого не было. Можно было рассмотреть его. И вот это оказалось новинку. Чтобы свет был, чтобы тепло, уют. Из него бы многие машины не ездили, поезда. А это центр управления подстанцией. Отсюда с помощью современных компьютеров энергетики управляют работой электросетей. Особое внимание на экскурсии уделили вопросам безопасности. Детям напомнили, как вести себя в городе и на природе рядом с подстанциями и линиями электропередач. Мы регулярно проводим такие экскурсии у себя на объектах. Они помогают подрастающему поколению проникнуться в атмосферу профессии энергетики. После того, как ребята от нас уходят, они более осознанно делают свой выбор в дальнейшем, если действительно решают стать энергетиком. Следующая экскурсия запланирована на начало осени. Татьяна Рябова, Иван Дорофеев, Енисей. Новости. И это все сообщения к этому часу. Напоминаю, телефон редакции 236-0136. Звоните и рассказывайте ваши новости. Всего вам самого доброго. До встречи. Прогноз погоды в Красноярском крае на среду 2 июня. В Турханском районе на юге Таймыра и Фавенки преобладает облачность. На части территории ожидаются осадки. Ночью от минус 1 до плюс 10 градусов. Дневная температура от плюс 2 в Диксоне до плюс 25 в Вановаре. В северной группе районов Красноярского края облачно, без осадков. Ночная температура плюс 5, плюс 10. Днем до плюс 27 градусов. В восточной части региона преобладает облачная погода, без осадков. Ночью до плюс 8. Днем плюс 25, плюс 28 градусов. В центральных районах Красноярского края преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ночью до плюс 9. Дневная температура до плюс 28 градусов. В западной группе преобладает облачность. Осадков не ожидается. Ночная температура плюс 5, плюс 11. В светлое время суток до плюс 28 градусов. На юге Красноярского края преимущественно облачная погода, без осадков. Ночью от плюс 6 до плюс 10. Днем от плюс 24 до плюс 28 градусов. В Красноярске 2 июня облачно. Синоптики осадков не прогнозируют. В темное время суток до плюс 8. Днем до плюс 27 градусов. Ветер южный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова